Я покажу вам, как на самом деле работают клетки. У вас будет больше знаний, чем у большинства врачей, потому что они все еще верят в силу генов. Каждая клетка вашего тела имеет отрицательное напряжение внутри и положительное снаружи. Каждая живая клетка – это батарея, в каждой из которой примерно 1,4 вольта. Не слишком много, правда? Но 50 триллионов клеток в теле, умноженные на 1,4 вольта – это равно 700 триллионам вольт электричества, которое находится в вашем теле прямо сейчас. При таком напряжении внутри люди могут даже самовоспламениться. Но с помощью правильных действий вы можете сосредоточить всю эту энергию и использовать для самоисцеления. Разум является основной причиной болезни на Земле. Как называется переключатель, который управляет вашей биологией? Это восприятие. И это важно, потому что это вы и ваше восприятие мира управляет вашей биологией. Мы все время были дезинформированы. Когда люди говорят, что определенный ген включен или выключен, это звучит как будто бы гены принимают решение. Это неправда. Гены не могут контролировать нас. Гены не включаются и не выключаются. Гены просто читаются или не читаются. Как вы думаете, что контролирует сигнал считывания? Это ваше восприятие. Вы не жертва своих генов, потому что именно вы контролируете свои гены. Ответственность за ваше здоровье лежит на вас, и вы не являетесь заложником своих генов. Тем не менее, каждый день СМИ по-прежнему говорят, что гены контролируют это, и гены контролируют то, и потом люди нервничают по поводу генного наследия в их семье. Грех Брейден, американский ученый-метафизик сказал, если вы ищете болезнь, вы можете сами ее создать с помощью эпигенетики. Как оказалось, около 95% случаев рака возникают не из-за дефектных генов, а из-за эпигенетического контроля. Эпигенетический контроль может передаваться от родителей к детям, как и гены. Но разница состоит в том, что вы можете изменять свою эпигенетику в любое время. Если вы измените свое восприятие, вы измените чтение ваших генов. Если кто-то говорит вам, что вы заболеете, и вы в это поверите, тогда вы сами можете создать болезнь. Когда вы смотрите на себя, вы не являетесь просто единым целым. Это сообщество из 50 триллионов клеток. Однако важно понимать значение слова «сообщество». Каждая клетка умна, но когда они находятся в сообществе, они отказываются от своего личного интеллекта и откликаются на центральный голос в этом сообществе. Клетки должны следовать центральному голосу. Существуют сигналы из окружающей среды, внутренней и внешней. Функция мозга состоит в том, чтобы воспринимать сигналы, затем интерпретировать их и отправлять информацию клеткам для управления их поведением и генетикой. Вы слышали о так называемом эффекте плацебо. Эффект плацебо – это присутствие позитивных мыслей о том, что что-то может вылечить вас, даже если это просто сахарная пилюля. Но если вы верите в то, что это настоящее лекарство, тогда вы можете исцелить себя. Таким образом, вас вылечит не таблетка, а мысль станет тем, что принесет выздоровление. Статистика показывает, что одна треть всех медицинских вмешательств, включая хирургическое, является результатом эффекта плацебо. Однако медицина редко говорит вам о том, что есть негативное мышление и это называется эффектом нацебо. Точно так, как позитивное мышление может исцелить вас, негативное мышление может убить вас. Дело в том, что негативное мышление может создавать эффект, сопоставимый с химиотерапией. Есть много исследований и примеров, подтверждающих это. А теперь подумайте о следующем. Допустим, врач сказал вам, что вы заболели или что вы умрете. Если вы поверили его словам, эта вера может вызвать у вас болезнь и может привести даже к смерти. Таким образом, вера является очень важной частью медицины. Многие из вас слышали о препарате Прозак. Ежегодно на его покупку тратятся миллиарды долларов. И вот что удивительно, Прозак не лучше сахарной пилюли, потому что это препарат плацебо. Тем не менее, люди, которые принимают его, настолько верят в это лекарство, что им становится лучше. Если вы считаете, что что-то хорошо для вас, это будет иметь положительный эффект. Однако, если вы считаете, что что-то вредно, это будет иметь отрицательный эффект. Функция гормонов стресса состоит в том, чтобы брать энергию тела и заставлять ею бороться. Но если вы воспринимаете информацию правильно, то вы перенаправляете всю внутреннюю энергию, 700 триллионов вольт электричества, в правильное русло. Для созидания, исцеления, восстановления вашего тела. То есть, именно ваше восприятие управляет вашей биологией. И разумеется, речь не идет о травмах и несчастных случаях, где человек заложник ситуации. Но то, что касается внутренних факторов, человек может сам управлять своим здоровьем благодаря правильному восприятию. На одну и ту же проблему или ситуацию можно реагировать по-разному. Или вы поверите, что это разрушит вас, или вы поверите, что это не разрушит вас и вы все преодолеете. Так вот, вся энергия клеток вашего тела устремится туда, куда вы ее направите. Если вы хотите больше узнать о восприятии и о том, как менять подсознание, смотрите другие мои видео. А что вы думаете о теме, которой коснулся эпигенетик Брюс Липтон? Не стесняйтесь оставить комментарии.